Вот сейчас вот. Да-да. Привет-привет. Вы совершенно по-другому выглядите сегодня. После вчерашней нашей встречи, после того, как вы самостоятельно там делали разгрузку, у вас другое лицо. Такие мягкие мышцы лица. Вы готовы? Да-да. Я хотел сказать вот это. А потом вы дальше расскажете, что произошло, ладно? Хорошо. Я хочу сказать, что у женщин есть такое качество, когда они загружены какими-то эмоциями, напряжениями, усталостью и так далее. Они все похожи друг на друга. А когда женщина, девушка, она внутренняя, раскрепощенная, свободная, все уникальны, неповторим. Вот это удивительно. Поэтому я хотел сразу девушкам всем сказать, если вы хотите, чтобы на вас обращали внимание, надо не стараться быть похожим на кого-то, а найдите в себе вот это состояние внутренней свободности и легкости внутри себя. Это не значит, что там надо быть нахалкой, хамить там и так далее. Нет-нет, это другое состояние. Это другое состояние, это внутренний свет. Это такое божественное состояние любви. Вот такое обычно бывает, когда влюбишься. Видимо, я влюбилась сама в себя, Хасай. Скорее всего, это тот момент, когда говорят о полюбить себя. Вот это, скорее всего, про это. Потому что до этого я все в теории понимала. Это не про внешнее абсолютно. Это не про внешнее проявление к себе, да, там, какие-то походы в тренажерный зал или там еще что-то. Это не про это вообще. Это внутренняя составляющая, которую передать невозможно, но ее можно только прочувствовать. Вот я с Патро сейчас и любуюсь, понимаете. Вот вчера, когда мы первый раз познакомились в Скайпе, у меня было чувство сочувствия. И мне хотелось вам помочь. А сегодня я смотрю, я могу и от вас чему-то научиться, понимаете. То есть вы сегодня воля дающая такая. Да-да-да-да. Это совершенно другое. Это круто. Это очень здорово. Мне нравится состояние. Нравится. Нравится. А вот скажите, почему у вас был такой напряг? Мы как раз не задаем вопросов ненужных в нашей школе, личных там отношений. Мы не задаем вопросов о личных проблемах. Потому что метод ключ, он такой универсальный, он в любых случаях помогает. Но все-таки в какой-то момент обычно такой напряг. Откуда он у вас накопился? Что у вас было? Вы сейчас сказали любить себя. Вы что, не любили себя, что ли? Или что? Ну, я больше проявлялась вовне, потому что мне больше хотелось кому-то что-то, чего-то доказать. Я все время что-то доказывала, что я что-то могу делать, что я и там могу, и здесь могу. И вот это вот побег, это бег вечный, да, как в колесе. Но я просто выдохлась. Я выдохлась, и в конечном итоге, да, я достигла там каких-то результатов, успехов в жизни, но потом я потеряла абсолютно все. Вот. И никогда не думала, что 100 рублей станут деньгами. То есть, и такие времена, да, когда там одно время 100 тысяч были не деньги, а потом 100 рублей стали большими деньгами. То есть, и до такого дошло. Вот. Но это потеря не только финансовая, там и отношения, ну, значит, там все, там весь карточный дубик рухнуло, рухнуло все. Вот мне интересно, и, наверное, всем будет интересно и полезно узнать, а вы вот когда были маленькие, потом учили в школе, потом еще учились и работали, и так далее, и так далее. Насколько часто вы пытались быть похожим на других, и насколько часто вы хотели быть сама собой? И когда вы чувствовали себя счастливой? Очень часто. И вот я же говорю, что мне хотелось все время что-то доказывать. То есть, я видела людей, которые мне нравятся, и мне хотелось именно, ну, быть похожими на них, да, и преуспеть в этом, ну, чего, что я, собственно говоря, и делала. И я абсолютно не обращала внимания на себя. Костюм носить старались, да? Да, и я абсолютно не обращала внимания на себя, то есть на какие-то свои там потребности, нет, вот я просто брала и делала. Я делала, и я считала, что жизненные силы организма физически, они, то есть, нескончаемы. Что энергия, она нескончаема, что можно вот так вот разбрасываться, а оказалось нет. То есть, для женщины это вообще не присуще, честно. Женщина вообще должна заниматься другими делами, вообще, в принципе. Никому ничего доказывать не надо. Ну-ка, ну-ка, расскажите, расскажите. Что-то вчера, вчера, когда мы с вами первый раз встретились по скайпу, вы что-то совсем о другом говорили. А сегодня вы вот мудрая такая, да, откуда, о чем? Ну, ну-ка, ну-ка, вашу философию сегодня скажите, это всем понятно будет, да. Моя философия, женщина должна быть просто вот сама с собой. Мне кажется, она родилась на свет, чтобы вот просто светить, понимаете. Женщина родилась, это уже плюс, да. И она вот, у ней есть какая-то часть, то, что у нас, к сожалению, сегодня не пестуется абсолютно. Вот эта вот мягкость, да, доброта. Сегодня это считается за слабость какую-то. Вот, сегодня женщина чего-то достигает все время. Но это не ее, это не ее стезя и не ее поприще абсолютно достигать. Ее достижение быть самой собой, понимаете. Быть батарейкой, быть тем солнцем для своего мужчины, для своей семьи, для своих детей. А вы что, не знали этого раньше, да? Я знала это в теории, понимаете. Я думала, это все для дурахов. Вот все для каких-то дурахов. Для каких-то дур там пишут, наверное. Как же так? А когда вы это осознали, когда вы это поняли, скажите? Ну, я сегодня в утром поняла. Вчера после нашего занятия. Да, меня торкнуло после нашего занятия. Я прямо вчера, вот, будет смеяться, может быть, но я признала сама себе в утром. Это было первый раз в жизни. То есть я дожила, прожила немаленькую жизнь. Интересно. Я в первый раз. И я поняла, что вот это, видимо, самый счастливый день в моей жизни. Слушайте, ну это после одной разгрузки. Вы представляете, если вы еще несколько дней так поделаете? В удобное для себя время. Ну, вчера, конечно, хорошо. Я там немножечко вам подсказывал, потому что... Ну, не будем мы сейчас это детализировать. Я говорю о методических приемчиках, которые я подсказывал. Не будем сейчас этому посвящать время, потому что для этого у нас есть школа, человек больше, хомо-фатурс, там все посмотреть и там участвовать. Скоро мы вебинар будем делать. Будем делать вебинар, и мне бы хотелось на самом деле всем женщинам в вашем лице, чтобы они поняли на самом деле, что такие главные фразы, которые они сами пишут друг другу там в интернете, главные любят себя, там да-да-да, да-да-да, они себе пишут, а они не понимают некоторые. Что это означает? Абсолютно верно. Я вам точно говорю, что я тоже... Я много читала, я много... Я знаю, что такое семинары, я их организовывала, сама проводила. То есть я человек, скажем, опытный в этих вещах, но все это было в теории. А вот то, что я вчера прочувствовала, это, ну, не знаю, на уровне клетки, наверное. На уровне клетки это глубокого осознания. И я поняла, что жизнь вообще другая. Вот все, что было раньше, оно какое-то эфемерное, что ли. Ну, иллюзорное, ну, для кого-то. И я поняла, почему я потеряла силы, почему там потеряно здоровье. Это все очевидно, а по-другому как? Как можно человека, как меня, можно было остановить? Да никак. Только вот так. Бах, и все отняли. Слушайте, я скажу интересную вещь. На самом деле я мужчина, да, в отличие от вас. И я это понял, что надо быть самим собой, вопреки всем обстоятельствам. И на самом деле только тогда достигаешь, собственно говоря, самого себя. Когда ты остаешься самим собой, ну, все-таки эта жизнь нас калечит. Вот, когда человек пытается быть самим собой, получается история. С меня требовали чего-то на работе, в институте. Требовали, чтобы я там вовремя приходил, не опаздывал. Носил именно такую рубашку или тот костюм, или галстук, чтобы я был каким-то таким, ну, как принято, да? А мне хотелось в это время, допустим, доспать утром. Ну, допустим, да? Мне хотелось читать книжки, а мне говорили, да хватит тебе читать книжки, и пойди лучше в футбол играй, или бегай по утрам. Ну, короче говоря, предъявляли ко мне совсем другие требования, чем моя природа требовала. И было несовпадение. Было несовпадение потребностей, которые у меня по генетике. От дедушки, бабушки, прадедушки, там, и так далее. Мои способности, я любил там мечтать, там, и так далее, да? А в это время от меня требуют не мечтать, а учить какой-то там, ну, иностранный язык, там, который мне был тогда не нужен. Я тогда не понимал, зачем мне это надо. Ну, неважно. Короче говоря, когда человеку всё время предъявляют требования, которые ему не соответствуют, вот я про женщин могу сказать. Вышла не за того замуж, допустим. И получается всё время вот это, не складуха, да, говоря грубо, да? Когда она готовится, готовится, хочет ему что-то такое, заботится о нём, а он приходит, даже не замечает. А анекдот, знаете, как она ему однажды анекдот, подошву положила на сковородку. А он ел, ел, потом говорит, это что, подошва, что ли? Она говорит, слава богу, ты обращаешь внимание, что ты ешь. Это анекдот такой. Ну, к примеру, ну, женщина пытается, любит мужчину, она старается быть, как она себе представляет. Ну, да. А он, оказывается, совсем другое от неё требует. Ну, да. Вот это вот, когда люди сходятся не схожими характерами, вот эта психологическая несовместимость. Когда человек вынужден всё время быть не самим собой, а я всю жизнь был самим собой, я по своей природе чувствовал, то, что я люблю мечтать, это правильно. Я по своей природе чувствовал, то, что я люблю, например, изобретать, это правильно. То есть у меня был такой инстинкт, наукой я занимался, я чувствовал, что я прав, раз у меня возникают вопросы. Я же мальчик был, у меня много было вопросов. И я чувствовал, что я имею право эти вопросы иметь. И я задавал эти вопросы. И задавал вопросы, иногда мне говорят, да отстаньте со своими вопросами, почемучка, отстань. И вот некоторые люди, у них отбивается вот это вот желание быть самим собой. Отбивается. Ну и вот кто-то перестаёт быть под чемучкой, кто-то перестаёт мечтать. А когда он становится не самим собой, напряжение-то растёт. Да. Он всё время ходит не в своих ботинках, у него напряжение растёт. Ну вот до этого мы делали разгрузку ключевую. Ключевую разгрузку сделала, и за один вечер вдруг почувствовала, как вы сказали, надо любить себя то, что вы и так понимали, а теперь это осознали. Да, осознали то, что мы понимаем. Да, это осознание. Ну это есть мудрость, это мудрость. Да, это мудрость. Это удивительно. Я вот, хорошо, что мы с вами вот сейчас договорились и запись эту сделаем, и всем покажем. Очень много женщин, которые находятся в таком положении, или они там общаются не с теми людьми, которые всё время грузят своими болячками. Вот она пришла, допустим, к подружке, а подружка опять её грузит и грузит, что вот ты знаешь. Подружка-то разгружается. Да, а ты загружаешься. Она загружается. Она вынуждена из благих намерений делать вид, что внимательно слушает и сочувствует, ещё больше напрягается. А уже пора послать давно подружку. Ну да, ну то есть вопрос заключается в том, мы как раз в нашей школе обучаем, как человеку сохранять себя, сохранять себя и одновременно быть полезен для другого. Для другого. Вот мы этому как раз и занимаемся, и я думаю, что наше видео тоже кое-каким, каким людям натолкнёт нам мысль. Вообще, то, что мы с вами сейчас говорим, это очень важно. Я вам очень благодарен. Потому что я на глазах вижу, как вы изменились, и я вижу действительно, что вы стали уникальной, такой красивой женщиной. Вот за несколько часов. Ну, 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 бог ты мой. А то они все бегают, красятся там, они там что-то выщипывают, там что-то делают, там тренажёрный зал ходят. На самом деле, красота внутри нас. Очень хорошо. Что вы им бы пожелали ещё, и женщинам, и мужчинам? Потому что нас не только мужчины смотрят, и не только женщины. Я бы... Да, из философии, из философии. Я бы пожелала больше доверять себе, нежели каким-либо моральным устоям и нравственности. Потому что на самом деле в мире социальном всё перевёрнуто. Вот я... Прямо, ну, это очевидно. Вчера это было просто очевидно. Мы на самом деле вообще непонятные существа в каком-то, мне кажется, тупике. Только из-за того, что мы перестали доверять себе, отдали свою жизнь кому-то. И этот кто-то всё время нами руководит, и мы в конечном итоге оказываемся у разбитого корыта. Не потому что тот кто-то плохой, да, мы хорошие. Нет, мы сами добровольно отдаём себя в руки чужих, там, не знаю, людей, там, состояния, ну, чего угодно. То есть мы всё время готовы снять с себя ответственность за свою жизнь, на кого-то переложить, а потом возмущаемся. Почему так? Вот это очевидно, почему. А вот этот момент доверия, вот это вот выражение любить себя, на самом деле оно никому не понятно, пока ты его не прочувствуешь. Это внутреннее состояние, вот это доверие, доверять себе, доверять своему внутреннему, доверять, в конце концов, внутреннему ребёнку, да, вернуться в то детство своё. Кстати, мы вчера с вами занимались, да, вот эти вот воспоминания от детства, да, там, и на самом деле это очень важно, помнить себе ребёнка, не забывать, что мы все родом из детства. Вот, на самом деле, мир не такой страшный, как его рисуют, потому что вся красота, она внутри, снаружи ничего нет. Я желаю всем любви, я желаю всем любви, просто любви, именно любви абсолютной, вот абсолютно любовь, да, не за что, не вопреки, а просто любить. Да, любовь, ну, вот здесь момент важный, вы сказали, моральные качества какие-то нас требуют. Имеется в виду формальные моральные качества. Формальные, да. На самом деле, есть качества базовые, которые безусловно являются истинными моральными. Я про формальности говорю. Любовь как раз и есть. Любовь к себе, любовь к людям. Это есть истинный моральный качество. И совесть. Совесть, нравственность. А то сейчас нас пичкают, например, если ты умный, где твои деньги. Это много такой глупости. Конечно, и деньги нам нужны. Конечно, и красота наша нужна, и доброта нужна. Надо всё, чтобы человек был целостный. А мы как раз таки в нашей школе хотим, чтобы каждый человек, всяк сюда входящий, опять обрёл надежду. Опять обрёл надежду, потому что у нас есть методические приёмы и философия. Человек-творец, человек-личность. Что нет творческих людей не бывает. Что мы все являемся творцами. Только иногда нам мешает стресс. Нам мешает стресс. Мы учимся разгрузки ключевой, приёмам методическим, ключевым, для того, чтобы регулировать своё состояние. И опять выходить на состояние творца, на состояние творчества. И там всё оказывается, всё правильно понимает человек, и всё чувствует правильно, и обаятельно, и как магнит. Я вот ещё считаю, что ваш метод-ключ, на самом деле, можно сказать, что он истинный. Почему? Потому что он простой. Вообще все решения задач, они простые на самом-то деле. А мы всё время куда-то углубляемся, зарываемся куда-то, вот, приходим к каким-то непонятным результатам, а вот под носом, ну, грубо говоря, у себя ничего не видим. А ведь всё гениальное в простоте. Вот ваш метод, он на самом деле прост. На самом деле, разбирать он не такой-то и сложный. Весь парадокс в том, что он настолько прост, что в голову не приходит. Да-да-да, что, а мозг ищет чего-то, а где же здесь парадокс, а где же здесь вот заковыренка, а её нет. Да-да-да, ну, для этого надо как раз, чтобы человек был в разрушенном состоянии, не в перенапряженном. Потому что, когда он в перенапряженном состоянии, он залипает, зацикливается. До этой простоты, до этой мудрости, то, что вы сейчас говорите, это же золотая формула, вот то, что говорите. Ну, чтобы человек это чувствовал, а не только слышал где-то, что-то где-то написано, и он кивает головой. Да-да, это я знаю, я понимаю, а сам в стрессе находится. Да, это не про это. Спасибо вам большое, спасибо. Мы сейчас возьмём, опубликуем эту запись, пускай все посмотрят. Благодарю вас. Да-да-да. Благодарю. Женщина и мудрая, и мудрая женщина. Вот я вчера, когда с вами первый раз разговаривал, когда вы были в напряжённом состоянии, да, первое знакомство, до разгрузки, вы были серьёзные. А сейчас... Такие проблемы. А сейчас вы серьёзные и обаятельные. Это вот немножко такая большая разница, как говорят у нас в Одессе. Ну, у нас. Мы с Одессы, когда говорим юмор. Ладно, целую вас, всего доброго. Благодарю вас, Датая, благодарю. До встречи.